Если вы попадёте в определённый компульсивный ритм внутри себя, вы будете просто повторением прошлого. Если вы хотите сломать свои эмоциональные ритмы, это самые простые средства, возможно, радикальные средства. Но если вы не хотите тратить время своей жизни впустую, это выход. Когда речь идёт о глубинной сути, всё едино. Когда речь идёт о теле, когда речь идёт об уме, когда речь идёт о ваших эмоциях, об окружающем мире и вашей деятельности, вся значимость жизни, красота и эффективность жизни сводится к тому, чтобы найти правильный ритм. Каков ваш ритм? Если прислушаться к самой поверхностной стороне того, кем вы являетесь, это будет один ритм. Если вы погрузитесь немного глубже, будет другой ритм. Существует очень поверхностный ритм, который найдёт своё выражение в самых основных потребностях и компульсивных желаниях того, кем вы являетесь. И если вы присмотритесь к себе повнимательнее, то сможете заметить, что существует психологический ритм, который не обязательно должен совпадать с потребностями и компульсивными желаниями, которые движут вами день ото дня. Если вы будете наблюдать с немного большей чуткостью, то вы сможете заметить эмоциональный ритм совершенно иной природы, чем у вашего психологического ритма. Если вы понаблюдаете ещё более внимательно, то сможете заметить определённый химический ритм, который может быть теснее связан с вашими эмоциональными циклами, чем что-то ещё. Если вы понаблюдаете с гораздо большей осознанностью, то сможете заметить определённый энергетический ритм, который не имеет никакого отношения ко всем этим вещам, но лежит в основе всего. Но если вы заглянете достаточно глубоко, никакого ритма не будет, только абсолютная неподвижность. С неподвижностью ничего нельзя сделать. Можно просто погрузиться в неё. Вот и всё, что вы можете сделать. Но с остальными сферами нужно работать. Ваши энергии, ваша химия, ваши эмоции, мысли, тело, ваши желания и кармические ритмы. Над всем этим нужно работать. Иначе вы станете просто повторением прошлого. И если вы попадёте в определённый компульсивный ритм внутри себя, вы будете просто повторением прошлого, снова и снова. Ничто новое никогда не коснётся вас. Найти и сознательно изменить ритм, сделать его более глубоким, более сложным или более простым. И прежде всего уметь сознательно изменять ритм, а не быть как заезженная пластинка, которая проигрывает один и тот же ритм снова и снова. Вчера ко мне подошла женщина лет шестидесяти и сказала, «Мой муж не уделяет мне достаточно внимания». Я сказал, «Вы должны быть рады». Если бы у вас были такие проблемы в восемнадцать лет, это было бы не очень хорошо, но понятно. Но в шестьдесят лет у вас всё те же проблемы. Если в шестьдесят лет вы всё ещё подросток, никто вас терпеть не будет. Никто не потерпит, чтобы шестидесятилетний человек вёл себя как подросток, не так ли? Так что, если вы не научитесь осознанно менять ритм тела, ума, эмоции, химии и энергии, вы станете как заезженная пластинка. Будете повторять одни и те же вещи снова и снова. Самый лёгкий или самый простой способ сломать ваши компульсивные ритмы — это начать делать вещи, которые вам не нравятся. вы хотели бы начать утро с горячего шоколада, но здесь вы начинаете утро с шарика Нима. Как раз то, что вам не нравится. Если вы хотите сломать свои эмоциональные ритмы, самое простое — найти человека, которого вы не выносите, и работать с ним. Выбрать в качестве партнёра для работы того, кого вы просто не выносите. Это самые простые средства. Возможно, радикальные средства. Но если вы не хотите тратить время своей жизни впустую, это выход. Просто встаньте рано утром и делайте то, что вам не нравится. И через какое-то время вы увидите, что ваши симпатии и антипатии, по сути, созданы вами. Они не являются какими-то божественными правилами. В отношении того, что вам должно нравиться или не нравиться. Это не имеет ничего общего с предметом вашей симпатии или антипатии. Это просто ваша компульсивность, которая притягивает вас к одному и отталкивает от другого.